Привет, дорогие друзья! Очередная посылка из Китая. Здесь пришло два переходника HDMA MAMA-MAMA. Для чего же они могут понадобиться в доме? Они встраиваемые в стену. Вот так это выглядит. Продемонстрирую, для чего понадобятся могут. Вот. Допустим, здесь идет ремонт. Мы хотим телевизор подвесить к потолку. Вот там, где четыре розетки, он будет стоять. Тянуться туда, доставать, HDMA искать, это тяжело. Для этого мы прокладываем кабель HDMA в стене. Вот он. Там черненький. Значит, выводим его туда. И выводим где-нибудь, вот здесь внизу. Вот он лежит. HDMA, вот она. Ну, к примеру, вот в это место он будет встраиваться. Так, подключаем. Так, приноровиться бы. Ну, вот таким вот образом подключили. Значит, вот сюда прошел кабель HDMA. Здесь розеточка. И в нее встроили эту всю историю. Ну, а дальше все как обычно. Тут кабель, там кабель, к телеку кабель. Значит, ну, у меня здесь еще для AUX идут кабеля. Три штуки. То есть, будет в одной розетке, в такой и AUX, и HDMA. Все, всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Ссылку на эти HDMA, мама-мама, я оставлю в комментариях. Кстати, по размеру. По размеру. Вот у меня обычные розетки Viko. Как-то они там называются. Называются какие-то... Короче, у них там три линейки. Вот эта самая дорогая. Цвет видно, что чуть-чуть отличается. Они у меня белые розетки Viko. Цвет у... Ну, чуть-чуть получается белее. Значит, вот так она подходит. Считаю, идеально. Вот здесь вот обрезать придется. Скорее всего, в розетке Viko лучше обрезать лопушки вот эти. А если посерединке, если с другой стороны... Нет, все равно. У самой розетки лучше обрезать лопушки изнутри. И она идеально встанет и будет держаться. Можно две таких заказать. Можно какие-либо другие заказать. Ну, допустим, HDMI. И, к примеру, ну, вот как я здесь буду делать у себя внизу AUX. AUX попозже придет. Я тоже на него дам обзор. Все. Еще раз ссылка в описании внизу. Всем спасибо. Всем пока. Удачи.